Здравствуйте, рукодельницы и гости канала! У нас стартует совместная работа. Три канала участников. Творческий сундучок, ассортиз Валентиной и я, Валентина Никита. А шить мы будем корзинки. У разных мастериц разные корзинки. Обязательно зайдите ко всем в гости. Ссылки будут в описании под видео. Поддержите нас! Шьем корзину. Нам понадобится любая ткань для основы. Это у меня ткань для пола. Ватин. Сложила ткань пополам. Вырезала. Разрезала. У нас будет состоять из двух деталей. У меня есть вот такие обрезки. Видите, когда я раньше краила, это пойдет у нас на вставку. Размеры мои 37, 30, 21. Сначала корзину хотела делать техники пицца. Наткнулась вот на такую ткань. Она, видите, зелененькая, самодостаточная. И решила не усложнять работу и сделать вот из этой ткани. И сейчас я ее проутюжу и выкрою в размер. Работа будет у меня простая. Усложнять не буду. Положила ткань, зафиксировала булавками и теперь делаю стежку. Хотя у меня цветастое полотно, я могу добавить вот такие декоративные искусственные цветы. Посмотрите, сделала стежку чисто белой ниткой. Фигуристыми линиями техника мозги. По идее, нам нужно это все отутюжить, но я не буду. Меня устраивает вот такой выпуклый вид. Обратная сторона получается чистенькая, но мы ее все равно закроем. Когда прошили, отутюжили, нам нужно обязательно это выровнять. Берем линеечку, мелочек и по прямой чертим линию и отрезаем. Но две детали у нас должны быть одинаковые. Заготовку выровняли, еще раз складываем, проверяем, чтобы у нас углы совпадали. У нас с вами готовы две заготовки, но она получается такая мягкая, но корзина должна иметь форму. Поэтому я еще выкроила две заготовочки. Это у меня нетканное полотно, но оно тоже мягкое. Буду использовать сюда. И теперь, смотрите, нам надо ручку и донышко. Мы выкраиваем полоску длинную. Нам надо размер бока. Низ, вверх и ручки. Вот моя обрезка. Длина ее метр пятьдесят, ширина одиннадцать. Заготовочку беру. Вот смотрите, сложена она у меня в два слоя. Это моя серединка. И примерно я ровняю. Вот середина. Сколько мне нужно? Бок. И вот наша ручка. Лишнее, конечно, можно отрезать. Здесь вот я сделаю маленький надрезик, примерно, плюс-минус, где у меня границы. ручка очень широкая, поэтому я ее беру и слегка отрезаю до пометочки. Лишнее, что будет, мы с вами отрежем. Сейчас все равно будем делать стежку, потом подравнивать. Ну, а теперь, чтобы выровнять, я ее складываю пополам и вот это лишнее отрезаю с одной стороны и также делаю вторую сторону. Вот такая у нас получилась бутылочная форма. Я срезала специально, чтобы лишнее не делать стежку. Шила вставку, также сделала стежку, выкроила подкладку сюда и сюда. Вот смотрите, она у нас очень такая мягкая, да? Можно воспользоваться серпянкой. Это строительный материал. С одной стороны она гладкая, с другой стороны она с клеем. Она просто вот так берется и приклеивается. Ширина, наверное, 10 сантиметров ее продается в строительном. Вот где швы будут, вот там я ее не прикладываю. Очень хорошо держит форму, хорошо прошивается. Советую купить. Хватит надолго, можно делать сумки с ней. Служит как такой материал, который держит форму. Здесь у нас серпянка выходит за пределы. Вы потом просто берете ножницами ее отрезаете. Режется она прекрасно. Это просто сетка немножко жестковатая. Там, где у меня швы, я не добавляю серпянку. И еще по серпянке. Когда вы решили сделать, укрепить серпянкой, не надо сшить, когда у вас вот эта ткань на машинке лежит. Надо обязательно какую-нибудь прикрыть тканью, потому что эта сетка корябает машинку и оставляет следы. Я прикрываю серпянку нетканым полотном и просто пропущу несколько строчек, чтобы чисто зафиксировать серпянку, потому что когда будете стирать, все равно она у вас отвалится, она будет у вас не закрепленная, она только будет закрепленная по швам. Чтобы моя корзиночка не была мрачная, я пустила крыжева. Посмотрите, как отлично смотрится. Здесь такой скучный вид, хотя и цветы, хотя и стежка, но посмотрите, как выигрывает такая отделка. Теперь у нас сборка. По-любому мы находим середину, делаем пометку и середину в нашей вставке и прошиваем. И у нас теперь есть два варианта. Или мы прошиваем наружными швами и потом отделываем косой бейкой, но прежде нам тогда надо будет обработать вот этот край. И второй вариант, когда мы прошиваем швами вовнутрь, вставляем подкладку также сшитую и обрабатываем косой бейкой. На вставке с двух сторон по центру подколола булавку. И на двух заготовках я здесь также пометила булавкой. И теперь мы прошиваем от центра, совместив наши пометки, идем в одну сторону и также от центра идем в другую сторону. Так будет ровно. Прошила со всех сторон, проверила, все ровно, распарывать ничего не придется. Прошила также подклад, ее желательно проутюжить, как хотите, швы можете в разные стороны, можно заутюжить на одну сторону. И теперь мы определяемся с вами по длине. Ручка у меня получилась длинная, ее надо чуть-чуть убрать. Совмещаю наши швы, выпрямляю и лишние сразу из двух полосок отрезаю. вставляем сумку или корзинку в подкладку. и с другой стороны. Сверху, допустим, у меня сейчас подкладка, можно, чтобы верхняя часть была сверху, здесь не принципиально. Во-первых, все выравниваем, швы, чтобы у нас все совпадало. Проверяем ручки, ровные они или нет. Теперь мы смыкаем, прошиваем швы. Желательно прошивать их два раза. И этот шов мы делаем с вами в разутюжку. Мы его проутюживаем. Так мы делаем на основной детали и на подкладке. И потом по кругу мы обрабатываем косой бейкой. Для удобства обрабатывания края я прям по краю пустила строчку по кругу. Это у меня готовая косая бейка. Отклассная. Мы когда прошиваем, это для новичков, смотрите, здесь есть бороздка. И по этой бороздке мы с вами пускаем строчку. Когда мы подворачиваем, у нас этот край уже подвернутый. И вы поверх пускаете строчку, у вас получается ровный край. Когда вы начинаете шить первый ваш штрих, или вы подгадываете, соединяете края, или вы вот так подворачиваете и начинаете прошивать. И потом уже где мой хвостик, в общем, и вот так вы потом накладываете, завершаете. косую бейку пришивают по-разному. Я всегда пришиваю по изнанке и делаю отворот на лицо. Даже где-то что-то у меня будет строчка, она будет у меня внутри, а не снаружи. А многие прошивают с лица и делают заворот на изнаночную сторону. Работа моя готова. Вот такая штука у меня получилась. Что-то среднее между корзинкой и сумкой. Ручка чуть-чуть длинновата специально. Я потом еще не стала ее отрезать, потому что я могу взять ее куда-нибудь в дорогу, на пляж, еще что-нибудь, чтобы повесить на плечо. Но сюда также можно что-то положить. И вот такая миленькая из простой ткани получилась. Выгрыш, конечно, здесь кружева. Кружева. А то будете придираться словам. И вот посмотрите. Ну, на этом все. Вы, девчонки, заходите к нам на каналы. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь. Нам сейчас очень это важно. Вы сами знаете, что просмотры упали, монетизации нет. Мы работаем чисто на своем энтузиазме. А с артистом Валентиной, творческий сундучок и Валентина Никита ждет вас на своем канале. Заходите в гости. Пока-пока. Ссылки на каналы участников будут под видео. Валентина 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 Валентина